Приветствую вас! Вы смотрите информационный канал Севастополя и в этом выпуске программы в контексте мы обсудим вопрос контроля за расходованием государственных средств. У нас в студии начальник главного управления государственного финансового контроля города Севастополя Елена Волкова. Здравствуйте, Елена Анатольевна! Ну и первый вопрос, какие все-таки проверки проведены на сегодняшний день с начала года и какие наиболее значимые нарушения выявлены? Да, Владимир, у нас есть о чем проинформировать. Нами проведена работа, о которой я сейчас и расскажу. По поручению губернатора города Сергея Ивановича Миняйла, в нашем управлении была проведена проверка государственного казенного учреждения капитальное строительство. Достаточно острая тема, которая, несомненно, должна быть под контролем, что мы и делаем. Период, за который мы проверяли данное предприятие, это деятельность 2014 года. Что выявлено по результатам проверки? Выявлено нарушение на сумму 58 миллионов 610 тысяч. Ничего себе! Вот так. Сейчас, позвольте, я несколько подробнее остановлюсь на нарушениях, так как все же будем надеяться, что рассмотрев нарушения, те замечания, которые мы выявили сейчас, в дальнейшем руководство предприятия и других также заказчиков этих нарушений допускать не будет. Что в ходе проверки выявлено? Выявлены такие нарушения, как, например, завышение сметной стоимости объектов строительства на 37 миллионов 100 тысяч. По каким объектам? По объектам детское дошкольное учреждение в бухте Казачья. В результате необоснованного пересчета смет на 19 миллионов увеличение договорной цены. Дальше выявлены нарушения при расчете строительства наружных сетей газоснабжения к жилым домам по улице Горпищенко 120, 122, 124 и так далее по 136. Нарушения здесь составили 174 тысячи. Дальше мы выявили, что были необоснованно завышены цены по строительству объекта газопровод низкого давления села Полюшка, первая очередь. Это 2 миллиона 521 тысяча рублей. Газификация села Штурмовое производила предприятие, как прошлое село Полюшка, первую очередь это ООО «Интерфеникс». Давайте назовем подрядчиков, которые ведут эти работы. Также это предприятие «Интерфеникс» вело работы по газификации села Штурмовое и в результате необоснованного завышения ценной ресурсы увеличение договорной цены составило 652 тысячи. Газоснабжение сел Полюшка, Орловка, Кача, Андреевка, поселок Солнечное, село Вишневое, ООО «Альфа-Газ-Инвест». В результате ошибочного определения цены контракта превышение составило 1 миллион 900 тысяч рублей. Школа в Бухте-Казачья, ООО «Карбон». Завышение ценной ресурсы, увеличение договорной цены – 10 миллионов 260 тысяч. То есть я бы, как человек неопытный в этом вопросе, предположил, что это целенаправленные были действия? Знаете, мы не устанавливаем умысел. Да, злой умысел или безумысел. Это уже дело правоохранительных органов надзорных, в которые мы наш акт направим. Мы устанавливаем факт, затем мы направляем подрядчику, простите, заказчику предписание, с тем, чтобы по этому предписанию были взысканы излишне выплаченные бюджетные средства. То есть возвращены. У подрядчиков, да. То есть задача заказчика, теперь все бюджетные средства, которые были неправильно перечислены или в договорах указаны, все это необходимо привести в соответствие с теми сметами, теми ценами и теми распоряжениями правительства, которые устанавливали те или иные расценки. Поэтому никаких завышений тут быть не должно. Возвращаемся к нашей теме. Возвращаемся. Ну, стоит ли дальше, да, ну или стоит быстренько пробежаться, что у нас выявлено также при реконструкции театра Луначарского ошибочное определение цены при установке аппаратуры для пожарной сигнализации, 35 тысяч здесь. Но при этой же реконструкции, при строительстве второй очереди пожарной сигнализации завышение составило уже 700 тысяч рублей. Следующий объект. Газопровод высокого давления на северной стороне предприятия ООО «Бутан». Необоснованное превышение сметной стоимости 1 миллион 857 тысяч рублей. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но и набегает сумма. И 37 миллионов мы набираем таким образом. Дальше. Детское дошкольное учреждение в Бухте Казачья. Не одна подрядная организация строит. Вот, например, ООО «ПКФ опора» по этому же объекту. Не вернула в бюджет излишнее авансирование в размере 13 миллионов рублей. То есть посчитали, что эти деньги вполне можно потратить на какие-то другие нужды? Да, они хотели, может быть, на следующую очередь освоить. Но есть твердое правило, что контракт заключается до определенного срока. Работы должны быть или выполнены, или средства должны быть в бюджет возвращены. Этого сделано не было. Я думаю, что после нашего предписания меры будут приняты. Здесь же ООО «ПКФ опора» допустило завышение стоимости выполненных работ на 1 миллион 208 тысяч рублей. И тут же и ООО «ПКФ интерфеникс» на 420 тысяч также завысил стоимость выполненных работ по детскому дошкольному учреждению в Бухте Казачья. Вот еще один интересный момент, касающийся нашего животрепещущего вопроса по поводу поисков источников воды. Мы знаем, что у нас есть план неотложных мер по обеспечению бесперебойного хозяйственного бытового питьевого водоснабжения города федерального значения Севастополя. Так он называется. В рамках этого плана был заключен договор с ООО «Детель» на проведение гидрогеологических исследований подземных вод, поиск дополнительных источников водоснабжения. Заказчик ГУП КАП-строительства, подрядчик, вот те предприятия, которые я говорила, частной формы собственности, в данном случае ООО «Детель». Начнем с того, что это ООО «Детель» не имеет допуска саморегулирующейся организации, которая разрешает проведение всего комплекса работ, необходимых для проведения вот этих гидрогеологических исследований. То есть как? Заключен договор с организацией, которая не имеет соответствующих документов? Совершенно верно. То есть она вообще не должна была браться за выполнение этих работ. Так, замечательно. Тем более не менее. Цена контракта составила 20 миллионов рублей. За эти деньги предприятие должно было пробурить 6 скважин до 300 метров. Что в результате? В результате на срок окончания контракта, это 29 декабря 2014 года, фактически пробурена 1,68 скважина по метражу, оплачена на 3 миллиона 854 тысячи. При этом контрактам предусмотрено, что работы должны быть оплачены только после выполнения всего комплекса на 20 миллионов. То есть по факту полного выполнения договорных условий? Да, абсолютно. При этом должна быть передана документация вся на эти скважины, которая должна быть не только в бумажном виде, но и в электронном виде. Тогда контракт считается полностью выполненным. В результате произошла оплата промежуточного этапа, документы не переданы никакие абсолютно, ни актов выполненных работ, ни уже говоря об электронных версиях, собственно, ничего. На наш взгляд это неэффективное использование бюджетных средств, так как контракт не выполнен, цель не достигнута. Ну и нужно сказать, что в дальнейшем ООО «Детель» не выполняет, собственно, никаких работ. Вот мы проводили проверку в течение февраля и окончена она 12 марта, проводили фактически осмотры места выполнения работ и выявлено, что на объектах в районе село Передовое, это река Бага, работы не ведутся вообще. В наличии стоят буровые установки, три закрытые скважины и траншеи. На объекте в районе поселка Штурмовой работы не ведутся, в наличии открытая скважина и присыпанная траншея. Вот так вот мы ищем подземные источники. С ума сойти, в то время как впереди летний сезон. Ну вот. Ладно, как говорится, что сделано, то сделано. Капитальное строительство – это единственная организация, к которой возникли претензии или нет? Вы знаете, вот это не единственная организация, и я еще не все претензии тут перечислила, но, собственно, их еще там достаточно много. Давайте тогда уже другие организации. Почему? Потому что тут и так более чем достаточно, мне кажется. Да. Надеемся все же, что в конце концов бюджетные средства будут использоваться эффективно и работы будут выполняться вовремя и в срок. Тем более, как бы все-таки казенное учреждение, насколько я понимаю, оно в первую очередь нацелено на то, чтобы реализовывать те средства, которые идут в город именно с максимальной пользой для горожан. Ну, безусловно. Собственно, президент ставит задачу – это максимально эффективное использование бюджетных средств. И вот следующая наша проверка, она также затрагивает этот очень важный вопрос. Значит, нами был проверен Центр экстренной медицины, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Здесь нельзя сказать, чтобы были значительные финансовые нарушения, они есть, но вот вопрос как раз эффективности рассматривается. В вопросе расходования бюджетных средств необоснованных, здесь мы выявили сумму 14 тысяч рублей, это при выполнении ремонтно-строительных работ. Также были выплачены, завышена стоимость работ, но по результатам акта уже предприятие, учреждение приняло меры, и подрядчик эти суммы вернул в бюджет. Но вот вопрос эффективного использования средств. Пример такой. Центр экстренной помощи подавал в управление здравоохранения, это вышестоящая организация, заявку на поставку оборудования. Заявка была, вышестоящая организация управления здравоохранения, выполнена, удовлетворена, и даже сверх нормы. То есть поставлено оборудование свыше, чем просили, на 3 миллиона 770 тысяч рублей. Ну, опять же, мне, как обывателю, кажется, что это наоборот хорошо. Разрешите я закончу. Да, конечно, пожалуйста. Ну, фактически, ведь учреждение понимает, что ему нужно, да, и фактически из поставленного оборудования центром не используется оборудование на 806 тысяч рублей. Вот не используется. На складе находятся 5 мониторов транспортных стоимостью 550 тысяч рублей и 2 аппарата для искусственной вентиляции легких стоимостью 256 тысяч рублей. Вот они стоят на складе. И когда они будут использованы, собственно, не совсем понятно, потому что нам внятно объяснить, а когда они будут установлены, будут дальше, пока не смогли. Я думаю, что все же к вопросу планирования расходования бюджетных средств и поставки оборудования нужно подходить более серьезно, так как, возможно, есть более важные вещи, которые не будут пылиться на складе. Но, опять же, эта аппаратура может помочь спасать жизни в других клиниках? Ну, безусловно, может быть, ее рассматривать куда-то, устанавливать в, может быть, сельские поселения. Но это вопрос, так сказать, руководство, которое рассматривает, где эти аппараты эффективнее применить, но то, что они не должны стоять на складе, это будем рекомендовать этого не делать. Есть еще время. По ревизии мы также установили финансовое нарушение на сумму 3 миллиона 605 тысяч рублей. Конечно, несравнимо с 58. Но с капитальным строительством, да, сравнить просто невозможно, но тем не менее. Тем не менее, нужно сказать, что предприятия культуры у нас, нельзя сказать, чтобы финансировались уж сверх меры, да, и можно было также неэффективно использовать бюджетные средства. Это, наоборот, всегда говорится о том, что у нас культура недофинансируется. Не дофинансируется, причем сами представители культуры жалуются на это. Совершенно верно. Поэтому уж к тем средствам, которые есть, нужно относиться более рачительно. Тем не менее, что мы выявили? Мы выявили, что излишне начислено выходное пособие при увольнении в размере 2 миллиона 221 тысячи рублей. Излишне начислено выплачена заработная плата в виде доплат, надбавок и премий на сумме 420 тысяч рублей. Вот еще интересно, необоснованное списание дебиторской задолженности на общую сумму 295 тысяч рублей. Что такое списание дебиторской задолженности? То есть это какое-либо предприятие, юридическое, скорее всего, или физическое лицо, да, должно предприятию, вот в данном случае театру Луначарскому, театру Луначарского, не хочет эти деньги себе на расчетный счет получить. И поэтому, да, он списывает эту задолженность, не применяя совершенно никаких мер к ее взысканию. Он говорит, мы прощаем, кому должен, всем прощают. Щедрость – это хороший, да. Вот, да, щедрость – это хорошо. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «В контексте» эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь, впереди меня. Субтитры подогнал «Симон»